в принципе организация архитектуры мипс как риск архитектуры то есть упрощенный вот значит упрощенный в смысле упрощенной системы команд принципы следующие во первых архитектура принципиально регистрами то есть все вычисления происходят на регистрах это означает что операции которые работают непосредственно с памятью бывает только две прочесть и записать вся арифметика вся логика все что требует непосредственного доступа к данным работает с регистрами напоминаю регистры такие ограниченное количество ячеек памяти прямо на процессоре вот обращение которым во-первых быстро во вторых его можно будет еще ускорить во вторых архитектура принципиально трехадресная это означает что кодирование одной команды может подразумевать аж три операнда и вот мы с вами говорили на одной из лекций что три операнды просто удобнее читать во первых и во вторых удобнее планировать вычисления недостатком трехадресной архитектуры может быть ситуация что на самом деле у нас довольно много команд выглядят вот так вот примерно нормально видно еще погромче сделать вот вот это вот прибавка скажем так добавление содержимого t3 содержимого регистр т2 напоминаю что в трех в эта команда типа r и в ней параметры следующие в ассемблере на языке ассемблера приемник время так вот с конца вот это источник вот это дополнительно операнта вот это приемник прием приемник всегда первый в ассемблере вот так вот команда такого типа конечно же дают некоторую избыточность некоторую разжиженность кода потому что мы добавляем что-то к т2 заносим обратно в т2 и в общем то если бы архитектура у нас была двухадресная эту команду был можно эффективно и эффективно сократить но трехадресность дает всякие другие бонусы в частности интересные бонусы связанные с планированием того где какой регистр должен находиться и в какой регистр занят какой не занят и как мы говорили атомарная операция перехода поскольку операция перехода она связана с сравнением то для того чтобы сравнить что-то с чем-то и перейти куда-то нужно три ну или две ну короче говоря нужно несколько параметров одновременно сравнить еще куда-то перейти и поэтому вот три типа адресации про которые мы говорили с вами тоже в начале это непосредственное взятие числа в регистре то есть адресом в данном случае будет являться номер регистра это непосредственно это прямая адресация прошу прощения непосредственная адресация означает что мы вписываем некоторое небольшое число прямо в об код не в об код прямо в закодированную инструкцию вот и наконец косвенная адресация означает что у нас в команде указывается номер регистра а адрес лежит в этом самом регистре и соответственно мы ходим к памяти после по адресу который мы сами можем записать в регистр и модифицировать вот три вида адресации вот этот три типа команд который мы проходили сегодня я надеюсь мы на семинаре попробуем просто подекодировать ячейку с уже машинным кодом вот значит три типа команд вот у нас биты 31 бит команд в господи 31 бит на команду дается первые шесть битов мне последний пардон да это же у нас самого лево самый последний бит последний шесть битв это всегда код операции вот в случае если эта операция только над регистрами у нее три операнда еще всякие модификаторы с одним из них мы сегодня я надеюсь успеем познакомиться вот причем обратите внимание на этом у нас в прошлый раз было тоже некоторое мы потоптались на этой теме в языке ассемблера на первом месте всегда стоит приемник когда мы пишем инструкцию вот эта инструкция означает что к т2 положу прибавить т3 положить в т2 регистр в битовом представлении на первом месте всегда лежит источник не знаю зачем сделали так может быть чтобы я запутался на на все на прошлой лекции впрочем наверное они меня мелко видели вот значит если вообще регистр участвует в чем-то то на первом месте стоит приемник значит время к чему источник на втором месте вау ну что ничего ничего так бывает на втором месте стоит второй оперант а на третьем приемник а вот в случае так называемой имидит инструкции а имидит инструкции напоминают о ситуациях когда мы используем короткое целое которую мы вписываем непосредственно в наш обход сегодня в обход в наш закодированную команду вот то есть маленькое число кстати тут если посчитать ровно 16 битов очень удобно 16 битные числа это такие короткие целые с которыми в общем известно как работать именно короткое целое можно можно положить в последние в первые 16 бит инструкции типа и ну а дальше тоже два регистра и наконец инструкция типа g от слова jump в которой помимо об кода всю остальную размер это 26 битов занимает адрес перехода кстати сказать мы сегодня поговорим попробуем если успеем потому что время у нас не так много можем поговорить о том можем поговорить о том почему 26 битов вообще говоря почти что хватает 20 хотя казалось бы ну по крайней мере для 32 разрядной архитектуры более менее еще одна тема которую мы не не очень внимательно рассмотрели в прошлый раз но тоже потрогали мы к ней еще вернемся эта тема псевдоинструкций значит псевдоинструкции это такая договоренность то есть это такая договоренность относительно того чтобы сделать язык ассемблера то есть язык содержательных обозначений более понятным для человека чем автокод то есть машинный код потому что например в архитектуре мипс нету команды переложить регистр т2 в регистр т1 команды нету тут проценты написано на самом деле там там доллар конечно команды нету а внезапно инструкция ассемблер на языке ассемблера есть ой это я извините я не на ту кнопочку нажал и нажал сюда надо было нажать вот сюда я хочу этот процентик поправить вот команды вот почему так да потому что то же самое действие с той же самостоятельно нету а рис инструкция ассемблера есть вот это тоже нет да вот нет вот это русские буквы были вот почему так да потому что то же самое действие с той же самой скоростью это особенность опять-таки архитектуры мипс что сложение с нулем занимает ровно один такт и пересылки за регистр в регистр тоже занимает ровно один так то же самое действие с той же самой скоростью можно сделать если добавить к т2 содержимое регистра 0 он же он же доллар 0 он же доллар zero который содержит нестираемый 0 у нас всегда есть регистр в котором всегда есть 0 мы можем туда писать чего хотим мы можем оттуда читать чего хотим но прочтем и всегда 0 соответственно добавляя добавляем 0 к т2 получили записываем в т1 вот такой инструкции нету вот такая инструкция есть понятное дело чтобы если вы в своей программе на ассемблере начнем писать вот так вот но пострадает семантика то есть люди которые будут это читать например мы могут слегка удивиться зачем так вот иногда псевдо инструкции раскрываются в несколько инструкций возможно мы успеем про это говорить поговорить сегодня если нет в следующий раз вот смысл в том чтобы придумать для программиста заранее приготовленный такой шаблон как писать на языке ассемблера который раскрывается в автокоды практически однозначно но в случае когда команда какое-то действие которое человек хочет сделать но под который нету отдельного об кода в системе команд в случае когда это действие ну желательно сделать определенным образом под нее заводится как раз псевдо инструкции и еще одна фишка на которой мы в прошлый раз зависли окончательно это отсутствие регистра флагов помните я говорил что для контролирования для контроля состояния процессора придумали такую штуку регистр флагов в которой попадает значение например сравнений в двухайдерсной архитектуре без этого вообще никак мы сравнили а потом в зависимости от значения регистра флагов совершили некоторые действия так вот за отсутствием регистра флагов все равно кое-какие состояния процессора надо контролировать кое-какие состояния можно как-то и самому проверить но вот например ситуацию что вы сложили два например отрицательных числа больших а в результате получил получили положительное это ситуация явно какая-то противоестественная между тем она совершенно естественной помните наше упражнение с получением дополнительного кода мы вычитали из нуля и там целое число и получали отрицательное понятное дело что если мы возьмем два очень больших отрицательных числа у которых у обоих знаков и бит заполнены много чего заполнено и сложим их то в результате у нас произойдет переполнение у нас вот эти вот минус единички перелезут в туда вот в разряд переноса и в результате получится даже в общем не положительное не отрицательное скорее положительное число ну вот пример вот пример сейчас мы посмотрим его прям в в марсе так только надо было скопировать надо было скопировать нет вот так значит смотрите что здесь происходит заодно мы посмотрим как работают там кажется несколько псевдоинструкций есть ну и вообще вот насчет вот мы создаем текст на достаточно хорошо видно текст на на языке ассемблера значит что здесь написано давайте я как бы систему команд всю на лекции я зачитывать не буду разумеется так что сами посмотрите но по содержательным обозначением пройти и это означает lot immediate это означает что мы записываем в регистр некое маленькое целое число в данном случае небольшую минус единичку с небольшой минус единичка тут маленькая я специально взял отрицательные числа с небольшой минус единичка тут маленькая хитрость но давайте ради интереса добавим сюда еще lot immediate небольшого положительного числа ну скажем 3 вот смотрите вот мы скомпилируем сейчас нашу программу только сохранить надо только ее надо сохранить пускай вот мы скомпилируем нашу программу обратите кстати внимание на то что lot immediate загрузка небольшого целого числа в регистр внезапно превратилась в команду а д д и у как это все расшифровывается а д д и у а д д это разумеется сложение и означает immediate это означает что эта команда типа и и у нее будет один из операндов маленькое целое число 16 битная а у означает unique conditional это означает сложить в любом случае что такое unique conditional и чем он отличается от обычного а д д мы узнаем когда дойдем до самой последней команды вот она самой последней инструкции вот до этой потому что тут будет две совершенно одинаковых два совершенно одинаковых сложений т1 и т2 вот но одно unique conditional а другое а другое не просто ну вот значит давайте пошагово дело пройдем вот мы заносим в регистр в регистр т1 он же регистр 9 до заносим значение 3 вон она 3 а вот сейчас мы туда занесем значение минус 1 и смотрите что получится операндом нашей нашей вот этой самой инструкции типа и была короткая минус единица 16 битная мы ее можем наблюдать мы можем наблюдать вот здесь вот видите 4 буквы f это и есть 16 битов это минус единица вместе с знаковым битом 16 вернее 15 вот когда мы ее положили в регистр она внезапно доросла до большой минус единицы это такое общее правило когда мы преобразуем данные разного типа знаковый бит дублируется или не дублируется в зависимости от того воспринимаемое число как знаковое как число безнаковое в данном случае число как видите было знаковым потому что когда мы его сложили с нуем и получили минус единицу это минус единица заняла она 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 представляет собой все единички в двоичной кодировке вот я даже не знаю существует ли аналогичная команда беззнаковая чтобы значит у меня получилось не не 16 не 32 минус единички в битвом поле а всего 16 вот смотрите если у вас какие-то вопросы спрашивайте громче потому что если учет не поняли вы не думаете что вы такой особенный все остальные все поняли скорее всего нет скорее это я не очень внятно объяснил и задав громко вопрос вы поможете своим товарищам которые тоже не поняли но стесняются вот а когда вы организуете гул такой да я же могу перекричать его я вот эту сигню перекричал но всем будет некомфортно вот поэтому я напоминаю что разговаривать на наших лекциях можно никто никому не запрещает главное не параллельно и громко спасибо ну так вот операция это была знаковая потому что маленькая минус единичка состоящий всего лишь из 16 битиков доросла до большой минус единички в этом разница следующая команда которую следующая инструкция которую мы выполним это арифметический сдвиг нет логический сдвиг влево вот в принципе влево что логический что арифметический сдвиг они одинаковые мы об этом говорили на семинаре с одной из полугрупп вот с одной из групп потому что нам нужно заморачиваться знаком вот вообще сдвиг влево соответствует умножению мы тут эту самую минус единицу внезапно умножили аж на в 2 в 31 степени потому что мы сдвигли сдвинули влево на 31 разряд вот обратите внимание что это на самом деле сейчас давайте посмотрим да что на самом деле вот эта инструкция кажется даже не типа r а типа не типа и как нам казалось бы ну смотрите у нас есть имидиат аргумент наверное это инструкция типа и на самом деле это инструкция теперь так уж так уж повелось а вот этот 31 оно хранится сейчас покажу где вот в этом вот месте вот число 31 записано вот сюда тут как раз специально 5 бит в максимум 32 вот именно в вместо записывается размеров арифметического сдвига понятное дело что больше чем на 32 32 разрядное слово сдвигать не надо поэтому как раз вот эти 5 битов здесь ну да 31 максимум да я собрал вот этот самый 31 мы используем вот мы можем потом если у нас руки дойдут на семинаре даже декодировать конкретно эту команду посмотреть где там что лежит вот сдвинувшие эту самую минус единичку на много мы получим число которое выглядит как 8 и 15 нулей в шестеричном не 15 7 7 нулей в шестеричном представлении давайте себе вообразим 8 это 1 0 0 0 и дальше все нули да то есть мы все единички сдвинулись забили все нулями кроме знакового бита это фактически минимально возможное целое число отрицательное самое меньшее наименьшее отрицательное целое число вот это он не совсем минус 0 помните что в дополнительном коде там еще с единичка добавляется то есть это не минус 0 вот нет такой штуки как минус 0 вот поэтому это не минус 0 а минус 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 вот дальше мы как раз выполняем операцию которая является псевдоинструкцией а именно подгружаем т1 в т2 давайте посмотрим это псевдоинструкция на самом деле это как обычно прибавление к нулю вот дальше мы прибавляем туда еще единичку вот давайте прибавим еще единичку чтобы эти просто разные числа были ну вот одно одно число минус 2 6 4 8 а другое минус 2 6 4 7 а вот сейчас мы совершим нечто неприятное а именно сложим эти два числа результат не должен поместиться в ячейку понятное дело что он еще больше значит у нас у нас произойдет перенос некоторые туда в никуда в 32 бит которого не существует тем не менее сложение это произошло вот вот предыдущая инструкция которая од у у не кондиционал од она произошла и результатом у ее является единица почему единица потому что это было два здоровья здоровянных числа после сложения которых у них вот это вот смотрите сейчас я обратно верну в шинстеричное представление вы можете может разбирать вот видите вот эти два числа да у этого числа единственный бит в знаковом бите у этого числа два бита самый последний самый первый если их сложить вот эти знаковые биты превратятся в ноль перенос уедет в никуда вот а единичку с плюс 0 равняется единичке вот она то есть мы получаем в результате число 1 ситуация когда мы складываем два отрицательных числа а в результате получаем положительный е но е подозрительное это значит что произошло переполнение и в архитектурах в которых есть знак этот самый регистр флагов там в этом месте в этом случае в регистре флагов бы взвелся флаг переполнения что делает мипс в этом случае падает ну точнее это он не падает но он возбуждает так называемую исключительную ситуацию exception который должен обрабатывать обработчик исключительных ситуаций находящихся совершенно в другом месте возможно в теле операционной системы в теле ядра например а для нас с вами это означает именно падение смотрите вот я сейчас попытаюсь выполнить команду add просто а не add-u то есть add-u уникондишнл она естественно сработала потому что она не обратила внимание на переполнение а при попытке выполнить вот эту команду ронтальный exception арифметик оверфлот видите желтенькая и нам марсик наш сообщает что выполнение закончилось ошибкой это еще один принцип архитектуры мипс довольно остроумный хотя и слегка такой ну приходится поработать чтобы научиться его эффективно использовать который состоит в том что что такая штука как exception исключительная ситуация это нормальная ситуация при программировании уже на уровне прямо вот автокода потому что если вы хотите просто сложить два числа и не париться тем что там может быть приполнение для вас есть специальная команда add-u если вы считаете что при сложении переполнение быть не может очень хорошо что в это время возникла исключительная ситуация которая за вас обработала ядро операционной системы если же вы знаете что там переполнение может быть напишите обработчик все равно вам придется что-то делать с этим с этим числом 1 после того как вы сложили минус я уж не знаю сколько там тысячи сколько так миллионов там минус 2 миллиарда по моему 147 миллионов 483 тысячи 648 да это были миллиарды точно я точно помню что макс энд беззнаковый 4 миллиарда с копейками окей вот это все что я пытался рассказать в прошлый раз теперь все-таки перейдем к теме сегодняшней разговора а то вот значит тут важно ввести новое понятие оно примерно такое же неконкретное бессмысленное как понятие архитектуры вот это понятие конвенция или соглашение но почему то почему то в нашем случае говорят конвенция конвенция это такая договоренность как мы будем использовать архитектуру да как мы будем использовать архитектуру и как мы использовать не будем например у нас есть как мы уже видели 32 регистра что-то я там не поместилась ну ладно 32 регистра вот они в марсе называются называются от имеют номер от 0 до 31 а еще имеют какие-то названия волшебные которые можете посмотреть будет потом на практике вот эти названия значит из этих 32 регистров на самом деле специальных ну так скажем полтора один регистр совсем специальный это регистр zero потому что в нем лежит нестираемый 0 удобный для того чтобы получить нестираемый 0 ну то есть вот ну вот вы вы видели с ним все время складываем и еще один регистр он называется р а регистр адрес return адрес 31 специально исключительно тем что в момент вызова под программы в него автоматически записывается адрес возврата все все остальные регистры включая собственный регистр эра 31 абсолютно одинаковые в них что хочешь можно положить как пустой горшок без меда и все с ними хорошо однако когда вы пишете программу что называется в real life и выясняется что от значений которые хранятся в регистрах вам в общем нужно довольно много разного ну например было бы недурно договориться о том какие регистры когда предположим вас больше одного пишет программу один человек пишет программу а другой к ней например под программы хотелось бы договориться вам вдвоем какие регистры это под программа имеет право портить вы вызвали под программу она там что-то посчитала вот она же считает на регистрах ни на чем другом в мипсе считать нельзя вы вернулись из-под программы и выясняется что то некоторые регистры теперь равны каким-то другим значениям. А какие регистры она портит, не имеет права. И если она хочет работать еще и с этими регистрами, то она сначала спасет их значения в памяти, потом поработает, а потом вернет на место. Регистры, которые программа имеет право портить, называются T. Not preserved across schools. А регистры, которые программа не имеет права портить, называется S. Saved. Preserved across schools. То есть, если вы написали под программу, и в ней используете регистры с номерами от 16 до 23, но еще есть S8, 30, то будьте любезны сначала их значения куда-нибудь положить, скажем, на стек, потом поработать, а потом оттуда их забрать, эти значения, и вернуть как было. Если вы используете регистры типа T, делайте с ним что хотите, вам ничего за это не будет. Значит, что еще? Еще есть регистры, которые используются для вызова под программ, для передачи параметров. Но опять-таки, мы же не можем, если у нас у под программы 118 параметров. Ну, так, конечно, никто не делает. Ну, хорошо, не 118. Всего 16. Вот, мы же не можем под все выделить регистры. Поэтому договоренность такая, что есть 4 регистры для вызова, для вызова под программы, куда вы передаете 4 параметра, если их не больше 4, от А0 до А3. А если их больше, то определите блок в памяти, положите туда и передайте Аликс. Вот. То же самое с возвращаемыми значениями. Есть два регистра, в которых вы возвращаемые значения возвращаете. Почему не один, как вы думаете? Трудно, конечно, не имея опыта программирования на ассамблере, предположить, почему не один. Вот почему возвращаемые значения 2? Кто может вот хотя бы, хотя бы, ну, не знаю, придумать? Это понятно. Но опять-таки, это же конвеншен, понимаете? Вы можете вообще все регистры использовать как хотите. Это всего лишь договоренность. И это означает, что возврат двух значений из-под программы, то есть на двух регистрах. Это какой-то шаблон проектирования, какой-то паттерн. Так часто делают. Подсказка. Что мы делаем, если параметров у функций слишком много, больше 4? Я только что это говорил. Мы создаем некий блок в памяти и передаем адрес этого блока в качестве этого самого, в качестве... Да, совершенно справедливо. Если возвращаемое значение сложное, то мы возвращаем его адрес и вполне возможно, например, его размер. Довольно типичная ситуация. То есть, очень часто, как бы, данные и метаданные. Поэтому регистра 2. Еще один регистр довольно забавный... А, нет. Еще один регистр довольно обычный. Это StackPointer. Есть такая технология временного хранения данных, именуемая Stack. Про него обязательно поговорим. Без нее ничего не работает, конечно же. В MIPSE нет аппаратной поддержки Stack. В MIPSE Stack это тоже такая договоренность, такой конвеншн. Мы говорим, так, 29-й регистр, в нем указатель Stack. Однако, не трогайте его, пожалуйста. Будете трогать сами себе злобный буратин. Вот. Регистр GP, Global Pointer, используется для того, чтобы в памяти могли сосуществовать несколько кодов различных программ, не зная про то, в каком месте их положили, для позиционно-независимой компиляции. Об этом мы поговорим существенно позже. И еще один волшебный регистр, который называется AT. Первый регистр. Вот. Про который, видимо, мне все-таки стоит рассказать прямо сейчас, потому что он, это регистр номер один, да, он используется для сложных псевдоинструкций. Смотрите. Как мы уже говорили, у нас сейчас как раз пойдет разговор про память. вот давайте мы тогда прям напишем какую-нибудь программку новую, в которую мы будем класть из памяти, и, да, значит, что сделаем. Как записать число по какому-то адресу? У нас нету такого типа инструкций, чтобы прямо число и прямо по адресу. Значит, мы должны загрузить число в регистр, а потом записать это число из регистров памяти. Значит, говорим, ли, это не ли. Это тоже не ли. Load immediate. В какой-нибудь регистр, там, не знаю, T1, какое-нибудь число небольшое, ну, допустим, 42. К 100500 уже не годится. 100500 больше, чем 16 бит занимает. Так бы я написал 100500. Вот. А дальше, скажем, store word, записать машинное слово, то бишь 4 байта. Из какого регистра? Обратите внимание, здесь у нас принцип, что destination вначале почему-то меняется. Мы говорим, откуда и куда. А, нет. Ну-ка. А, да, все правильно. Из какого-то регистра, ну, скажем, T1, естественно. По какому-то адресу. Ну, сейчас я скажу, какой правильный адрес будет. У нас тут прямо на картинке должно быть это. Давайте посмотрим на картинку. Data segment. Вот он. Да. Значит, 0x1 и все нули. Вот туда и запишем. 0x1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как-то так. Пробуем. И тут внезапно у нас получается слева у нас псевоинструкции, инструкции две, а в транслированном коде у нас инструкции три. Давайте мы, что ли, вместо вот этого один напишем еще два вот здесь, а здесь три, чтобы было понятнее слегка. Это произвольное место в памяти, я просто записываю куда-то в память наше число 42. Во. Значит, я надеюсь, что видно то, что происходит на экране, потому что тут надо немножко въехать. Значит, смотрите. Ну, первое то, что первая была псевдоинструкция, это не страшно. Да? Мы уже знаем, что если добавить к числу 42, 0, то получится число 42, и ее можно записать в регистр Т1. А вот здесь вот наша задача, я напоминаю, сохранить содержимое регистра Т1 по вот такому адресу в памяти. Внимание, вопрос. В какое место мы вообще запишем вот это число 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0. В инструкцию. Там уже места нету. У нас типа инструкции, где они тут? Вот они. Нам нужно записать практически, ну, если не 32, то как минимум 30 битов куда-то. А лучше 32. Мы не можем использовать, вписать адрес памяти непосредственно в инструкцию. Для этого там нет места. Мы об этом говорили с самого начала. Вот. Что это значит? Это значит, что надо сначала засунуть вот это вот число 0x1, 2, 3, много-много нулей в регистр, а потом воспользоваться инструкцией положить содержимое регистра по адресу, который лежит в другом регистре. Внимание. Значит, операция сохранить в память будет устроена так. У нас в регистре будет лежать адрес, и по этому-то адресу мы будем что-то класть. То, что я назвал, собственно, где там режим адресации, indirect. Косвенная адресация. мы сейчас все это увидим. А можно еще раз объяснить, что S5 делает? Store word. Записать слово. Store word. А какое слово? Машинное. Нет, понятно. Ну, какое? Машинное, которое лежит в регистре Т1. А, вы не знаете, что такое машинное слово? Ну, какое там машинное слово лежит? Какое-то, которое мы туда положили. 42 в данном случае. А, это как машинное слово? Да. Как это? Боевой листок должен быть боевым листком. Это же боевой листок. Ну, вот. Значит, машинное слово, вот, спасибо, что спросили. Машинное слово, напоминаю, да, вдруг у кого-то тоже вылетело из головы. Это, собственно, фиксированный размер ячейки памяти. Да? В данном случае 32. Вот, наша архитектура, MIPS 32, не может работать более чем с 32-разрядными числами и 32-разрядными адресами. Значит, вот этот кусок памяти, 32 бита, и называется машинным словом. Word. Еще бывает полуслово Half Word, 16 битов. И байт, 8 битов. Вот. Здесь можно было написать SSH и SSB, но я хотел именно сложный пример привести. Хотя, давайте, я могу и написать и простой пример. StoryByte, пожалуйста, $T1, по адресу, нужно, не знаю, 0, X, 1, 2, 3. Нет, 1, 2, 3 плохо, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Обратите внимание на то, как это все скомпилируется. О, шикарно. Обратите внимание на, тут даже, даже интереснее, потому что здесь мы воспользовались инструкцией StoryByte без каких бы то ни было псевдоинструкций дополнительных. Вот. Что у нас здесь в результате написано? Это инструкция типа I. Видите? Маленькое целое, 3, 4, 5. Вот оно тут лежит. 16 битов, вот они, видите? 4 16-ти ричных циферки. Это инструкция типа I, которая говорит, положить нам, пожалуйста, по адресу 3, 4, 5, число, которое лежит в регистре B. Но, опять-таки, мы не можем взять и положить просто по адресу. Мы можем сделать что? Мы можем взять регистр, взять адрес из него, добавить к нему смещение, сложить все это, получить реальный адрес памяти, туда положить. Вот здесь написано ровно это. Мы берем регистр 0, берем адрес в нем лежащий. Как вы думаете, что там лежит? Да, в регистре 0. 0, правильно. Это регистр, в котором всегда лежит 0. Поэтому в нем лежит 0. Логично. Вот. Добавляем к нему смещение, которое у нас передано параметром, параметром I с 16-ти битом, вот это 3, 4, 5. Получаем адрес 3, 4, 5. И пытаемся туда записать, записать то, что у нас лежит в регистре 9, а там будет лежать 42. Давайте проверим, сможем ли мы это сделать. Я, как это, как это, я вангую, что у меня не получится. Вот. Вот смотрите, записать 42 в регистр 9 нам удалось. Вон там 2а, видите, зелененькое. А сейчас будет исключение. Дыдыщ. Runtime exception, all address out of range. Что это значит? Это значит, что в этом месте памяти нам писать запрещено. Совсем. Об этом мы поговорим чуть позже, просто будем знать, что не во всякую память архитектура MIS вообще разрешает писать. Вот, например, по малым адресам не разрешает. Правильный адрес должен начинаться аж с единицы. У него в первое, ну, самая левая шестеричная цифра должна быть не ноль. Вот. Поэтому-то я и написал адрес вот такой. О, какой. Вот сюда можно писать. Мы сейчас увидим таблицу эту. Вот. И тут внезапно выясняется, что если инструкцию вот такого типа мы можем странслировать в одну инструкцию, то инструкцию вот такого типа в одну инструкцию мы странслировать не можем. нам нету некуда класть вот это здоровенное число. Давайте мы еще в конце напишем... Ой. Нет, ой не будем в конце писать, а здесь напишем 4,4. Да? Вот. Вот это вот во второй строчке. Это странслированная нами инструкция. Здесь лежит, допоминаю, короткое целое 0,345. Оно является смещением к регистру с нулевым значением. Дальше все. Как же нам вообще получить вот это число? Очевидно, его надо положить в какой-то регистр, а потом уже обратиться к этому адресу. Вот. Даже это сделать непросто. Поэтому нам наш ассемблер транслирует в две следующие инструкции. Инструкция первая. Это инструкция, так называемая L-U-I, L-U-I, так называемый LOD-APER. Что такое LOD-APER? Это значит, что мы загружаем вот это короткое целое число, опять-таки обратите внимание, раз, два, три, ноль, верхнюю половинку от адреса, верхнюю половинку от адреса, потому что только короткое целое мы смогли в принципе записать в обкод нашей ячейки, там всего 16 битов. Вот эту верхнюю половинку от адреса мы внезапно записываем в верхнюю половинку от регистра R-1. L-U означает LOD-APER. Взять короткое целое число и затолкать его в старшие разряды регистра. Используется исключительно для формирования адресов, больше ни для чего. А потом мы затолкаем туда еще и... Да, значит, что в результате? Давайте мы вот это уберем, поскольку мы уже поняли, что это... Это комментарий. Мы уже поняли, что это плохая идея записывать в младшие адреса памяти. Вот. Давайте посмотрим, что в результате получается. Вот у нас получилось число 42. И вот мы затолкали в верхнюю половинку регистра 1 значение 1, 2, 3, 0. Вон оно. Видите? А 4, 4 еще туда не приехало. И не приедет. Потому что оно будет использоваться как смещение. Итак, мы затолкали в верхнюю половинку регистра AT, он же R1, он же 1, верхнюю половину нашего адреса. А теперь мы уже можем выполнять операцию StoryWord, потому что у нас есть адрес 1, 2, 3, 0, 4, 0. Мы к нему с помощью смещения, которое мы в операции StoryWord укажем, 44, прибавим смещение. Получим 1, 2, 3, 0, 2, 0, 44. И это нужный нам адрес. Вот он. Ну и, наконец, наше желание исполнится, и число 42 будет записано, ну число, содержащиеся в регистре 9, будет записано по этому адресу. Вот. Я надеюсь, что здесь ничего страшного не произойдет, произошло, out of range. Что я сделал не так? Вообще-то надо было не сюда писать. А! Может, вот так как-нибудь? Сейчас, стоп. Вроде нормально. Да. Правильно. Значит, этот самый 1, 2, 3, там был неправильный. Ну, значит, вот этот адрес правильный. Вот. Значит, вот этот 1001, это будет верхняя половина, 0044 будет младшая половина, 1001 мы записываем в верхнюю часть регистра, записали, вот сейчас запишем, записали, вот. А дальше мы прибавляем к нему 44, поэтому адресу в память что-то записываем. Давайте посмотрим. Вот оно. Видите, голубеньким показалось. Вот это наш 42, которое записалось по адресу 1001, 42, 44. Вот. Не 42, а 40, 44. Обратите внимание, что Марс нам показывает дамп памяти именно в виде машинных слов. Вот. И мы можем, как я уже говорил где-то, когда-то, подсматривать в разные места памяти. Вот. Классически, и мы опять возвращаемся к понятию конвенция, к понятию договоренность. Понятное дело, что вы можете какие угодно байтики куда угодно загрузить и потом требовать от машины, чтобы она работала. Но договоренность такая, что если вы используете так называемую линейную модель памяти, то код у вас находится с адреса 44.0. Вот он. Вот это вот, видите, вот они, эти ячейки. Вот это здесь, вот это здесь, вот это здесь. Это ваш код. А данные, которые ваша программа используется, находятся с адреса 1001.4.0. Ну вот, мы в данном случае воспользовались этими, да, со смещением 44-16-ти речные. Вот сюда положили что-то. Вот. Значит, как видите, такой текст, естественно, привыкший, читать несколько удобнее, чем вот такой, потому что в нем внезапно одна инструкция разбивается на две, из которых надо еще догадаться, что автор хотел. Вот. Ну и в этом случае то же самое. Да, мы-то хотели просто положить число в регистр, а тут, видите, какое-то сложение с нулем, вот это все. Псевные инструкции. Теперь, значит, относительно, относительно вообще карты памяти. Вот она такая большая, у меня где-то есть по-русски текст такой же, который я сам писал. Большой, красивый. Главное, разноцветный. Разноцветный. Приди. О, вот он. На самом деле, довольно развесистая структура. Опять-таки, могу только повторить, это конвенция. Единственное, что отличает конвенцию, так сказать, воображаемую, ну, то есть, полюбовную, когда люди договорились и просто ее не нарушают от того, что происходит сейчас, что на некоторые из этих областей памяти действует защита по записи. Помните, мы на нее нарвались, когда пытались писать в младшие адреса памяти. Вот. Значит, защита по записи. Область, начиная с все нули и до области 4 нуля, 4 4 нуля, для обычных пользователей запрещена на запись. Что там лежит? Неведомо. Нет. Вот. Это, значит, в принципе, вся структура, ну, ладно, про структуру потом. В общем, пока живите с этим. Туда писать нельзя. Начиная с области 44 нуля и заканчивая фактически областью вот с этой единичкой, идет так называемый сегмент кода. то есть он не сегмент, образ программного кода. Туда тоже нельзя писать. Зато, кажется, оттуда можно читать. Писать туда нельзя. То есть, когда вы помещаете туда программу, это сделать можно, для вас это делает операционная система или Марс, или еще кто-то. В вашей программе, если вы попытаетесь записать в эту область, вам тоже скажут ай-ай-ай. И это хорошо, потому что записать какие-то данные в то место, где лежит ваш исходный, ну не исходный, а скомпилированный код, можно только по ошибке. Ну, как мне кажется. Вы понимаете, что происходит. У нас есть программа, я беру и какое-то число пишу в то место, где у меня ячейка кода. А потом это число, это записанное мной число внезапно выполняется. Надо сделать пример к следующему разу, покажу. Кстати сказать, такая штука где-то лет, наверное, 30, может быть, 40 назад была очень модной и называлась самым модифицирующийся код. То есть программа, которая сама себя не имеет в процессе своей работы. Записывает что-то в свой собственный код, а потом это что-то выполняет. Но потом от этого решили отказаться по разным причинам. В первую очередь, потому что это абсолютно невозможно аппаратного уровня оптимизировать, просто от слова никак. Вот. Ну и наконец, когда мы добираемся до адреса 1 и там 7 нулей, вот тогда начинается область данных, в которой мы можем писать, читать, вообще, что хотим с ней делать. Эта область данных тоже распилена на кусочки. Вот. Формально начинается она отсюда. Вот столько адресов выделено под так называемую глобальную секцию и начиная с этого места, туда как раз указывает вот пресловутый регистр ГП, начиная с этого места лежат какие-то разделяемые данные, ничего больше сказать не могу, не буду. Начиная вот с такого адреса у вас лежат данные по умолчанию, то есть туда вы пишете все, что хотите. Вот. И начиная вот с этого адреса, да, значит, на этом как бы рассмотрение области данных снизу временно заканчивается. Окончается область данных вот здесь. Адрес 8000, ну да, 8000 и выше, это вообще ядерное пространство, в котором все по-другому. Вернее, не так, там все то же самое, но вам это запрещено делать. Эта область, эта память доступна только в том случае, если вы выполняете код в режиме ядра. В режиме пользователя ничего подобного не происходит. Так вот, к верхней части, к верхней части доступной вам области памяти, вот к этому адресу, привязан стек. Стек это область для временного хранения данных по специальным правилам, о котором мы поговорим. стек как временная штука растет сверху вниз, то есть мы можем добавляем в стек и подкладываем наши машины слова все ниже и ниже, а навстречу ему растет еще куча так называемой хип. Вот она отсюда начинается, 1400, 400, и растет вверх. Чем стек отключается от кучи, мы поговорим об этом дальше, не сегодня. Вот. Если все это генерализировать, получается три области, красненькая, синенькая и зелененькая. Красненькая это вообще не ваше. Синенькая это область кода, куда попадают программы, и зелененькая это область данных, которая тем или иным способом вам все равно доступна. Вы можете писать в любое место в этой памяти. Такая же точно, нет, не такая же, слегка по-другому устроена так называемая область, которая называется область ядра, у которой есть тоже область кода, область данных и специальное место, где внешние устройства мопируют, как это по-русски, отображают свою память. Вот. Про все это мы поговорим, но, естественно, не сегодня. Поэтому ничего удивительного, что когда мы пишем программу, эта программа при ее компиляции Марсом засовывается в область 0,040, то есть 44 нуля, а данные от нее засовываются в область 1001 и дальше. Так. Это много-много текста. Это будете читать потом сами, а я посмотрю, что у нас сегодня еще в плане. Data Placing, Code Addressing. Вот, Code Addressing мы можем не успеть. Ну, я надеюсь, успеем. Мы же, я правильно понимаю, что это до 16.30. Если у нас час 20, начинает, да, ну, хорошо, тогда успеем. Вот. Значит, когда вы пишете свою программу, вне зависимости от того, какие там вы используете директивы, потому что мы их еще так особо не проходили, но какие-то уже видели, да, там, сложение какое-то видели, запись какую-то видели, вы можете еще также разделить программу на данные и код. Код обозначается директивой точкой текст, а данные обозначаются директивой точкой дата. Директива отличается от инструкции в языке ассемблера тем, что она не является, она не соответствует никакой команде. Директива ассемблера это команда самому ассемблеру. Сейчас будут данные или сейчас будет код. Вот. Если вы сейчас напишите что-то типа .word это тоже директива. А сейчас будет машинное слово. 100500. Вот. Вот это число 100500. При компиляции программы и размещении ее в память ассемблер положил в область кода скомпилированный код программы, а в область данных положил наше число 100500. Это число 100500, верьте мне, вот оно. Видите? Все, что я сюда напишу, например, могу написать точка байт раз, два, три, четыре, пять. Шмяк. И здесь мы встречаемся с еще одним интересным понятием. Интересное понятие, да. которое называется Data Ordering. Как это по-русски? Я даже не знаю, как это по-русски. Ординг. Это упорядок, да, сейчас скажу. Короче, порядок байтов в машинном слове. Вот. Обратите внимание, что я их перечислил как? Один, два, три, четыре, пять. Логично было бы ожидать, что в памяти они лежат один, четыре, пять. Но нет. Почему так? Причина тому, в общем, исторически слегка. Смотрите, предположим, у нас используется такой, такой порядок байтов, что байт по адресу, сейчас, как это правильно, как это правильно, а, нет, давайте мы проверим. Сначала я скажу, как бывает, а потом мы проверим, как есть на самом деле. Предположим, у нас используется такой режим адресации, при котором у нас, смотрите, байт же занимает в четыре раза меньше памяти, чем машинное слово. байт восемь бит, а машинное слово тридцать два. Значит, если мы написали байт, давайте сейчас это закомментируем, мы напишем байт один. Да? Вот он. По какому адресу он должен находиться? Вот это машинное слово занимает четыре байта, лежит по адресу тысяча один четыре нуля. Следующий байт должен лежать где? По адресу тысяча один ноль 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 четыре. Ну, по идее. Следующий за этим, значит, машинным словом. Следующий тысяча один ноль 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 пять, следующий тысяча один ноль ноль шесть, следующий тысяча один ноль ноль семь. Если это было бы так, то в какое место машинного слова попал бы байт с адресом 11000004? Слева или справа? А фиг его знает. Возможно, такой вариант и сякой. Это исключительно как мы договоримся на уровне реализации. Вот в нашем случае он, видите, вроде бы как он самый первый, но находится справа. То есть он младший. Вообще говоря, если так дело пойдет, давайте мы просто напишем программу. Напишем программу следующего содержания. Вот у нас есть число 16-ричное 0x12345678. Так. Это мы убираем. Лежит оно по адресу 1001. Мы можем его даже... Ну, хорошо. Не успею, наверное, потом. Значит, лежит оно по адресу... Сейчас. loadByte, ну, t1, естественно, по адресу 0x1001... А, нет, давайте лучше не так сделаем. Давайте мы, как умные люди, сделаем. Мы вот так сделаем. t2 0x... Вот. Загрузим в регистр t2 адрес. t1 написал. Ну, значит, в t1 какая разница. Значит, теперь загрузим byte из... в t2 по адресу... Это t. По адресу... $t1. Да. И посмотрим, что получится. Ну, опять обратим внимание, что вот эта вот инструкция, она разъехалась на 2, потому что мы сначала положили 1001 в старшую половину, а потом уже индексируем ее... Вот. И положили ему в специальный регистр AT. Я, кстати, забыл сказать про это, да? Помните, я говорил, что регистр AT тоже специальный, но нет. Он специальный только в том смысле, что когда мы используем язык ассемблера, он все время используют для временных операций. Именно в него, в регистр 1, кладется вот это вот значение для того, чтобы потом сходить в этой памяти. Поэтому никогда не используя регистр AT, он же $1 в своей программе, любая псевдоинструкция его портит. Но только его, да, псевдоинструкция с использованием дополнительного регистра всегда раскладывается именно в регистр AT. Ну, так вот. Давайте выполним это все. Во, смотрите. Я посмотрел в память по адресу... ...1001.400. И знаете, какой там байт лежит? 7, 8. Почему? Потому что таков порядок байт. Он, с нашей точки зрения, обратный. Вот. Ну, понятно. Если мы сейчас все это будем... Если сейчас мы все это будем продолжать... Ой. Да блин. Во. Здесь что-нибудь прибавим, да? От D.U. $1, $1, $1, $1. Что я написал сейчас? Так, только вот это уже не нужно. Вот это что за строчка? Я взял регистр T1, прибавил к нему непосредственно лежащую единичку, положил его в регистр T1, увеличил на единицу, да. То есть, по идее, мы сейчас должны прочесть какое число? Однобайтовое. Нет, вот в следующей инструкции. Да, что у нас окажется в регистре T2? Что? Чтобы вставить вот эти скобочки, что значит? Ага. И это тот самый косвенный режим адресации. Смотрите, когда... Вот почему вас не смущало, что когда у нас инструкция... Почему вас не смущали эти скобочки вот здесь, например? Вот тут. Смотрите, это понятно, да. Значит, так бывает в жизни. Смотрите, это означает ту самую косвенную адресацию. Это означает, что мы ходим в память за содержимым, за в данном случае байтом, по адресу, который хранится в регистре T1. В действительности это просто другая команда. Это для нас введены скобочки, не скобочки, вот это все. На самом деле это просто другая команда, типа... Надо понимать, видимо, типа R, в которой написано буквально следующее. Пожалуйста, выполни команду загрузить из памяти. А что такое загрузить из памяти? Это значит, мы должны взять регистр, в котором лежит адрес, сходить по этому адресу в память, оттуда взять нужный размер данных, в данном случае байт, и загрузить его в регистр T2. Вот. Так вот, смотрите, что у нас получится, давайте мы еще раз, что у нас получится, когда мы выполним вот эту штуку? Мы загрузим, и получится число 7-8. После того, как выполнят две следующие команды, какое число загрузится в T2? Все перед вами, да? Вот память, вот код. Оно уже там. Дальше. А, 79? Нет, конечно. Это называется парковка на слух, да? Так, ребята, давайте. Смотрите, ну, тут не надо гадать, тут надо, как это, представлять себе, что происходит. Загрузили число, ну, на самом деле, адрес, откуда у нас данные начинаются, они вот отсюда и начинаются, загрузили в регистр T1. Взяли байт, который лежит в регистре по адресу из регистра T1. Оказалось, что это 7-8, потому что машинное слово, и у нас порядок байт обратный, и самый младший байт оказался 7-8. Увеличили адрес на единичку, прибавили к T1 единичку, добавили V1, теперь там лежит 11001. Взяли байт по адресу 11001, что это должно быть? 0. Почему? Вау. Ну, давайте посмотрим. Так. Я же говорю, ну, то самое. Ну, давайте еще раз. Нет, нет, ребят, смотрите, идея же в том, чтобы понимать, что происходит, а не пытаться угадать. А, ну, давайте еще раз. Окей, где не понимаете, с какого момента непонятно? Давайте я вам вот что сделаю, давайте я вам подскажу, да, вот... Так, дата, директива. Да, директива дата. Означает, что мы сейчас описываем некоторую память. У директива дата есть необязательный, необязательный параметр указать, в каком месте, это лишнее, в каком месте памяти будут эти данные размещаться. Он необязательный, на самом деле туда и размещается, то есть я ничего не изменил. Вот. Но это некоторая подсказка относительно того, где у нас данные лежат. Описали. Написали программу, скомпилировали, у нас заполнились обе части. Дальше что происходит? Мы теперь знаем такой термин. Да, что с этим машинным словом происходит? Вот отсюда, да? Подождите. Можно, пожалуйста, объяснить, что происходит в данную директиву в Word, вызывая... Ничего. Смотрите, Word — это команда ассемблера. А после нее стоит слово... Слово текст. А, вот это. Значит, когда ассемблер будет компилировать наш текст и размещать его в памяти, вот в это место памяти он разместит вот эти данные, описанные в секции data. А в другое место памяти, здесь тоже есть необязательный параметр, но лучше его не использовать, который 4400, будет размещен скомпилированный код, сделанный из вот этих инструкций. Марс за нас это делает как бы одной кнопочкой. В действительности, если вы работаете с операционной системой, это поэтапный процесс. Вы сначала формируете бинарный файл, потом говорите, запустите бинарный файл, операционная система загружает бинарный файл, анализирует, где у него текст, где дата, и раскладывает. После чего запускает. Марс это делает как бы одним поворотом ручки, чтобы нам было легче. Окей. И вот мы скомпилировали. Вот пошло выполнение программы. Здесь просто удобнее на него смотреть. Что делает эта инструкция? Lot-emisit. Она загружает вот это число в T1. Что делает вот эта инструкция? По адресу, находящемуся в T1, в память, забирает оттуда один байт, потому что B. Lot-bite. И записывает в T2. В результате у нас там оказалось 78 в силу того, что порядок байтов в ячейке у нас от старшего к нашему. Дальше. Что делает вот эта инструкция? Добавляет единицу к T1. Да. Добавляет единицу к T1. Что делает буква U в этой инструкции? Добавляет вне зависимости от переполнения. Совершенно справедливо. Все честно. В результате в T1 у нас что лежит? Да. Ну, то есть вот это 1001, 301. Оно не произошло. И вот эта вот штука, что считает в результате? С какого адреса? С адреса 11001 что прочтется? Что там будет лежать? Другой адрес. А, что? Стоп, стоп. Последний дубайк. Последний дубайк. Последний дубайк. Ну, вы скажите слух-то. Антифайл на Т3. Правильно? Что правильно? Следующий дубайк 56. 56. 56. То есть, смотрите, очевиднее было бы, если бы мы написали вот так. Так, у нас время заканчивается, но у нас его отняли, я буквально 3 минуты. Очевиднее было бы, если бы мы написали вот так. Смотрите, давайте мы здесь вот это вот. Вот это вот. Да что ж такое-то? Вот это вот повторим, да? Вот, word. Вот, смотрите. Давайте еще раз это повторим, чтобы было понятно. Так, все, давайте посмотрим на этот пример и нам пора заканчивать. Смотрите, значит, очевиднее было бы, если бы мы работали сразу по ячейкам. Потому что тогда мы все поняли. Ну, по крайней мере, было бы понятнее. Вот мы, значит, проинциализировали наш Т1. Вот в нем лежит адрес 11400. Вот мы записали в регистр Т2 то, что лежит по адресу 41400. Вот это. Вот мы прибавили четверку к регистру Т1. Теперь там лежит адрес 11400. 304. Мы сходили по адресу, сейчас сходим по адресу 114004. Это вот сюда. И у нас в Т2 попадет вот то, что лежало вот здесь. Опять прибавляем четверку к Т1. Там получается 114008. Опять входим по этому адресу, записываем в Т2. и у нас в Т2 попадает то, что лежало по адресу 114008. Вот. Обратный порядок байтов от старшего к младшему в слове говорит о том, что когда мы обращаемся по байтно или скажем по полусловно, то у нас адресу кратному 4 будет соответствовать самый младший байт. адресу кратному 4 плюс 1 второй справа плюс 2 третий справа плюс вот. А плюс 4 уже следующий. Вот и все. Вот. Давайте мы вот это тоже скопируем и на этом закончим. Значит, вот. Вот смотрите. 11400 результат 78 11401 результат 56 11402 результат 34 просто по байтику оттуда читаем. Все. Так. Вопросы? Вы же не знаем адрес что у нас все еще из той же ячейки выдастся. Потому что каждый байт адресуется собственным адресом. А ячейка показывает нам аж 4 байта сразу. и порядок байтов в этой ячейке как раз определен таким образом, что самый младший находится справа, потом вот так, потом вот так, ну и так дальше. Еще вопросы? Когда у нас начало семинара, ребят? Через 5 минут. Через 5 минут. Кошмар. Все, тогда всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok